И обитатели рая не будут сожалеть ни о чем. То есть они уже в раю, только об одном, о пропущенном часе, в котором они не поминали Аллаха. И пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, очень сильно переживал и заботился о времени верующих, чтобы просто так напрасно их время не пролетало. Однако они, субханаллах, к сожалению, на сегодняшний день статистика говорит то, что 70% людей 70% людей, их время пролетает в ненужные дела, в пустые дела. 15% у них уходит время на какие-то, так скажем, игры, на какие-то красоты. Только 15% и 100% они берут истинную пользу от своего времени. 15% и 100%, субханаллаху алейкум, поэтому я говорю, салаллаху алейкум, а пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, что сказал? В судный день, когда все встанут перед Аллахом, никто не сможет сделать шагу, на пять даже оторваться не сможет его, пока не будет спрошено о четырех вопросах. Каждый в судный день будет спрошен за свою жизнь, как он ее прожил. Поклонялся он Аллаху, субханаллаху алейкум или нет? Требовал ли он знания или нет? Распространял ли он добро на этой земле или нет? За всю свою жизнь он будет спрошен. И также отдельно будет спрошен за свою молодость, как он ее провел. Поэтому, когда Аллах, субханаллаху алейкум, приводит шабаб, именно молодых ребят, Аллах, субханаллаху алейкум, описывает вот эту молодость, что это именно молодость, это сила между двумя слабостями. Сила между двумя слабостями. Субханаллах сказал Аллах, субханаллах, создал вас из слабости. Все мы были в утробах наших матерей, ни о чем не знали. Аллах, субханаллах, дал нам слух, дал нам зрение, вседил нас сердца, вседил нас души. Мало кто благодарит Аллаху, субханаллаху алейкум. Все мы зависели от нашей мамы. То есть, субханаллах, не могли без грудного молока там часу прожить, субханаллах. каждый был слабым. Потом он окреп, в молодости был сильным, потом опять стал слабым, и у него появилась седина. Аллах, Субхану А.Т. создает то, что пожелает. Поэтому вот это шабаб, именно вот эта молодость, Аллах, Субхану А.Т. описывает ее в Куране, как сила между двумя слабостями. Также будет человек спрошен за свои знания. Что он делал посредством своих знаний? Поклонялся ли он Аллаху, Субхану А.Т. или нет? И будет спрошен за свое имущество, как он его заработал, каким путем он его заработал и на что он его потратил. В этих четырех вещах каждый человек будет спрошен в судный день, и пока он не ответит на эти вопросы, не сможет сдвинуться с этого места. И сказал, саллаллаху а.С. Пророк Мухаммад, саллаллаху а.С. сказал, Две милости, которые Аллах, Субхану А.Т. или каждому дал. И мало, много из людей проявляет к этому такое халатное отношение. Это ассиха, это свободное время, ассиха, это здоровье, и свободное время. То есть человек иногда относится к своему здоровью, сам себе вредит, своими же руками, Субхану А.С. вредит своему здоровью. И также, когда Аллах, Субхану А.С. дает ему время, свободное время, он его не заполняет чем-то полезным. Пророк Мухаммад, саллаллаху а.С. Субхану А.С. очень бдительно подходил к этим вопросам и хотел, чтобы каждый, Раб Аллаху Субхану А.С. в любую из своих секунд, в любую минуту, заполнял свое время, свободное время, тем, что принесет ему пользу. Удивительный хадис, Пророк Мухаммад, саллаллаху а.С. сказал, Если даже наступит судный день, Субхану Аллах, То есть, Если дунет в горн ангел, Люди будут в неком таком хаосе, будут в боязни, в страхе, Исчезнут небеса и земля, Наступит судный день, Даже если наступит судный день, сказал Пророк Мухаммад, саллаллаху а.С. И в этот момент, У кого-то из вас в руке будет маленькая пальма, То есть, Человек захотел посадить пальму, Сделать что-то благое, Но наступил судный день. Тогда Пророк Мухаммад, саллаллаху а.С. сказал, Если он успеет, Сможет ее посадить, Пусть он ее посадит, Сказал посланник Аллаху а.С. То есть, Судный день начался, Субхану Аллах, Ангел дунул в горн, Задул в горн, Субхану Аллах, Небеса поменялись, Исчезло все, Люди в страхе, Но у тебя в руке Пальма маленькая, Ты хотел ее посадить, Посади ее, Сказал посланник Аллаху а.С. Поистине ему будет в этом награда, Сказал посланник Аллаху а.С. Да, Может быть, Никто не использует ее, Она уже никому не нужна будет, Но однако, Ты возьмешь награду, То, Что ты использовал, Даже в это время, Ты занялся тем, Что приносит пользу, Приводится, Когда Хузейма рассказывает, Он увидел, Застал моего отца без дела, То есть он уже был стариком, Был уже в пожилом возрасте, И тогда пришел к нему Умар бин хаттаб и сказал, Почему ты просто так сидишь? Что тебе запрещает посадить, Что ли у тебя в саду? Я говорю, Ты уже пожилой человек, Сегодня или завтра я уже умру? Сказал ему Умар, И сказал ему, Нет же, посади, Поистине тебе в этом будет награда, Вставай со мной, Пойдем. Я говорю Амара, И сын ему говорит Амара, Я увидел, Как Умар бин хаттаб, Вместе с моим отцом, Пожилым стариком, Вместе они сажали что-то в землю, То есть вместе они работали В этот момент, То есть такой был, Именно откуда взяли В это воспитание Сахаба, От пророка Мухаммада, Саллаллаху алейхи вассалям, А Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, Говорит, Поистине вам, Для вас, Посланники Аллаха, Субхану ва Тааля, Прекрасный пример. Один раз Шурайх, Проходил мимо Молодых людей, Которые просто так сидели Без дела. Как на сегодняшний день Бывают, Субхану ва Тааля, Люди просто так сидят, Или там, Как раньше, Там во дворах собирались, Семечки грызли, О чем-то ненужном разговаривали, Просто так время пролетало. Сейчас, Я посмотрю, В телефонах сидят, Субхану ва Тааля, Время я ночную молитву, Между мамой телефон, 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 Инстаграм, Новости и так далее. Субхану ва Тааля, Время прошло, Ни один аят и Кур'ан Человек не прочитал, Ни одного благого дела не сделал. Как на сегодняшний день Это распространено, Друг другу что-то пересылать И так далее. И так Шур'ан Кады проходил Мимо таких молодых людей, Которые сидели без дела. Как говорит Хасан Абасари, Я бин Адам, Иннам антал Айям. Смотрите, Хасан Абасари, Как говорит, О человек, Поистине ты Количество дней. То есть каждый из нас Это количество дней. Кул'я ма дзагба, Йо мун дзагба ба'аду. Как один день проходит, Часть человека уходит Вместе с ним Илля ахира, Приближается к своей могиле. То есть Хасан Абасари, Великий, Из таби'инов, Тем самым хотел сказать, То что каждый день он проходит, Каждый день проходит, И ты приближаешься К своему ахирату, Приезжаешься к своему часу, Приезжаешься к судному дню. И Шур'ан Кады, Великий ученый Кады, Обратился к этим молодым людям И сказал, Почему вы просто так без дела сидите, Ничего не делаете? Они сказали, То есть мы же чем-то занимались, А сейчас у нас появилось свободное время. То есть даже у нас просто разговоры закончились. Тогда Шур'ан Кады сказал, А так ли поступает верующий человек, Мусульманин, Когда у него появляется свободное время? Неужто вы не читали аяты, Субханаму ва Та'але, Где говорит, Когда у тебя появится свободное время, Займись чем-то еще И стремись к Господу своему, Стремись к Аллаху, Субханаму ва Та'але. Знаете, Имам мечети пророка Мухаммада, Саллаху алейхи вассалям, Был Мухаммад Айюб, Такой из часов, Он сам из Бирмы. Несколько лет назад он умер. Именно последнее, Что читалось в Коране, Буквально несколько лет, Три-четыре года, Может, назад, Пять лет назад он умер. И его интересная история, Он сам из Бирмы, И был имамом мечети пророка Мухаммада, Саллаху алейхи вассалям. Потом на какой-то момент Его остранили от имама В мечети пророка Мухаммада, Саллаху алейхи вассалям, Был в мечети Куба. И на протяжении десятилетия Он просил дуа У Аллаха, Субханаму ва Та'але, У Всевышнего Аллаха, Субханаму ва Та'але, Верни меня хотя бы еще один раз Перед смертью в мечеть пророка Мухаммада, Саллаху алейхи вассалям, Чтобы я прочитал в Мехрабе Посланника Аллаха, Саллаху алейхи вассалям. Как раз последний Рамадан, На один год его вернули, То есть на один Рамадан Он был в мечети посланника Аллаха, Саллаху алейхи вассалям, Проводил таравиах с другими имамами, И после Рамадана, Через какое-то время, Субханаму ва Та'але, Он вернулся к Аллаху, Субханаму ва Та'але, Был уже пожилого возраста, Но постоянно был занят, Аль-Хамду лля, Тем, что он, Аль-Хамду лля, Преподавал Кур'ан, Тем, что он, Аль-Хамду лля, Повторял Кур'ан. Его в эту ночь, И они собрались на истираха, На таком как бы месте, Как на даче, Где они праздновали вот этот хатм, То, что она выучила Кур'ан. После Магриба, Он, Аль-Хамду посидел до Магриба, Он говорит, Субханаму ва, Даже у нас такой праздник, Я поеду в мечеть, проведу намаз, И как раз на салат Аль-Ишая, Когда проводил, Последние аяты, которые он прочитал, Когда у тебя появится свободное время, Займись чем-то еще полезным, И стремись к Господу своему к Аллаху, Субханаму ва Та'але, Рахмаллах, Рахматану аси'а. Умар, Радаллаху Аньху, Он сказал, Я не люблю, ненавижу видеть мужчин, Когда они бездельничают, Когда они просто так, То есть просто так проводят в пустую свое время, Ненужными делами. Когда у него спросили, Что такое, Как понять, Бездельничают, То есть он не занимается ничем полезным, Что принесет ему пользу в его религии, Или в его дуния. Не люблю смотреть на таких мужчин, Сказал, Умар, Радаллаху Аньху. Ибн Мас'уд, Ибн Мас'уд, Ибн Мас'уд, Радаллаху Аньху сказал, То есть, Падает в моих глазах тот человек, Который не занят делами Ахирате, И который не занят делами Дуния. То есть просто так, В пустую проводят свое время. Поэтому, Уважаемые братья, Когда мы смотрим на великих ученых, Илья ль-улама, Аль-умма, И как они свое время проводили, Как они проводили свою жизнь, То есть мы говорим, Субханал, Такой-то человек, Машаллах, Такой-то алим, Такой-то чейх большой, У него большие знания, Такой-то табиань. Хотя мы смотрим, Они тоже жили так, Как мы жили, Кушали, Как и мы кушали. Так же у них были испытания. Но однако, Как они проводили свои времена, Как они поклонялись Аллаху, Субханалу Аталу, Как они требовали знания, И достигли таких уровней. Я кул Умр Абдул-Азиз, Рахму Аллах, Я ибн Адам, Инна лейла والнагар Ямалани фик, Фаамал фи-хима. Умр Абдул-Азиз сказал, О, сын Адама, О, человек, Поистине день и ночь Они работают в отношении тебя. Но однако ты опереди это. То есть день и ночь проходит, И оно, Субханалу, Наступило утро, Оно закончится. Наступит вечер, Потом, Субханалу, И это закончится, И потом опять наступит утро. И, Субханалу, И человек, Когда ложился спать, Думает, Что я сегодня сделал? Что благого я сегодня сделал? Что я полезного сегодня сделал Для уммы пророка Мухаммада, Саллаху алейкум салям, Для своей семьи, Для близких? Какой-то аят я сегодня прочитал. Сколько из Курана я сегодня повторил? Или просто так у меня прошел этот день? Поэтому Умра им. Амдуллахиу然 сказал, Поистине это все проходит, Однако ты воспользуйся этим. И сказал Абдулллахи, Ибн Амасиуд, Ибн Амасиуд, Ибн Амасиуд, Ибн Амасиуд сказал, Я ни о чем не сожалею более, как о том, Когда наступает вечер, Садится солнце, Наказацеэ Аджали, Наказацеэ Аджали И приблизился мой срок смерти в этот момент, когда наступает вечер. И мои дела, они не увеличились. Лучше не стали перед Аллахом. Несмотря на то, что сахабы, рядуан Аллаху, они делали всегда благое, но была у них такая скромность, и хушо, богобоязненность, потому что они хотели сделать еще больше-больше для своего ахирата, для своей вечности. Поэтому у каждого из нас, должен быть какой-то барнамич, должна быть какая-то программа, по которой мы идем, где мы, аль-хамдулля, берем пользу для нашей этой жизни, для вечной жизни. Я говорю, Абдурахман, мы имам Аби Хатим. Абдурахман, ибн Имам Хатим, говорит, имам Абу Хатим, Абу Хатим, великий ученый в области хадисов, Мухадис. Я говорю, Рубба Маккан, Аби, я кулуана Акра Али. Говорит, его отец был великим ученым. И говорит, может быть, мой папа кушал, а я ему сдавал хадисы, читал ему. То есть во время того, когда он кушал. И когда он вставал, шел, я воспользовался этим временем, вместе с ним шел и сдавал ему, читал ему. И когда он даже шел в уборную, чтобы взять Амавене, я по дороге с ним шел и читал ему. И когда он заходил в комнату Амавене, я оставался за дверей и читал ему. То есть вот так вот они относились к своему времени. То есть понимали, что каждая минута проходит, человек приближается к своему сроку, к своему ахиратию, к своей смерти. И они хотели воспользоваться, взять побольше знаний, то, что принесет им пользу в вечной жизни. И какой же натиджа? Посмотри же результаты этого человека. Книга Абу Хатима книга. То есть какой хукм тех или иных хадисов достоверности, девятитомный. Это написал Абу Хатим. Вот этот человек, который сдавал вот так вот, брал знания у своего отца. Ат-Тафсир. В области Тафсира. Аль-Лаф а'шрата муджалладат. То есть десятки томов он написал, этот человек Абу Хатим. Али-Санят у Ахками. Раджи-Атилян муджалладат. Аль-Лаф Абу Хатим. То есть если хотим посмотреть достоверную цепочку, чтобы найти тот или иной хадис, нужно возвращаться к трудам Абу Хатима. Но как он проводил свою жизнь, эти люди так же же кушали, так же же спали, так же же жили, кушали, как мы кушаем. Но однако они относились очень бдительно к своему времени и дорожили своим временем. Был такой Фатح Ибн Хаккан, он был министром у правителя Аль-Мута-Ваккиля. Аль-Мута-Ваккиль постоянно ему давал ему какие-то поручения. Но однако вот это Ибн Хаккан, всегда у него была книжка или записи какие-то в своем кармане. И когда вот этот правитель Аль-Мута-Ваккиль чем-то был занят, например, подписывал какие-то документы, в этот момент он увидел здесь минуты времени, доставал свою книжку и повторял, читал, зубрил. То есть именно каждую минуту использовал для того, чтобы принесет ему пользу вечности. Когда Мута-Ваккиль, он постоянно был его советником, его министром-возиром, когда Мута-Ваккиль заходил в уборную, пока он его ждал, он читал и повторял. То есть вот так они относились к своим временам. И это тут Фатح Ибн Хаккан тоже стал великим ученым, великим муфтием. Сказал, один раз я шел, у меня было кое-какое дело, я шел в Амрин и Амрин и Амрин. Вместе мы с ним шли. Тогда он меня спросил, Амрин и Амрин и Амрин, он спросил, куда ты идешь, Асмай? Я иду к своему другу. Говорит, для чего ты идешь? Я хожу к своим друзьям по трем причинам. Или с какой-то пользу, принести ему пользу, или взять от него пользу, или если меня пригласили на трапезу, или Айда, то есть выразить соболезненно. Если кто-то у кого-то у моего друга умер, по другим причинам я не хожу. То есть не занимался просто так, не проводил свое время. То есть эти ученые, эти сахабы, эти таби'ины, они все это брали от нашего любимого посланника Аллаха, саллаллаху алейху ассалям. Ибрахим ибн Джаррах, мы шейх Кудаа в Асре. Был такой Ибрахим ибн Джаррах, великий шейх Кады, судья в свое время. В Асре Аби-Юсуф. Во время Аби-Юсуф аль-Кады, который был учеником Абу-Ханифи, в его время он был Кадыем. Абу-Юсуф также был Кадыем, был судьей, был мустащаром, был советником у многих из правителей. И когда он его навестил, когда он его навестил, тот у него спрашивает, то есть уже говорят, что он заболел, этот Кады заболел, у него болезнь сегодня, завтра он должен умереть. Он пошел его навестить. И в этот момент он говорит своему ученику, тому, который его навестил, как ты ответишь, есть вопрос, шариатский вопрос, как ты на это отвечешь? Может быть, это принесет нам пользу в этой жизни и в Ахирате. Он уже лежит в пресмертном состоянии, лежит в своей постели. Он уже уходит из этой жизни, но задают ему вопрос. То есть вот так они любили религию Аллаха. Что ты скажешь по отношению такого или иного вопроса? И задают вопрос. Во время хаджа, что когда кидать камушки? Лучше кидать ракибен ау-машиен. Кидать камушки на верблюде верхом или стоя кидать камушки? Тогда он говорит, наверное, на верблюде лучше. Он говорит, ахта, ты ошибся. Тогда стоя, наверное, лучше. Ахта, ты ошибся. Говорит, тогда скажи мне в тени, рахмакаллах, скажи мне в фитву, скажи мне, рахмакаллах. Тогда он сказал, первые два столпа ты кидаешь на верблюде, делаешь дуа. Первые два столпа ты кидаешь, пешком идешь, останавливаешься, делаешь дуа, держишь верблюды рядом. Второй тоже кидаешь, идешь пешком. А третий, после третьего бросания камушек, нет дуа. Говорит, ты уже кидаешь на верблюде, чтобы не делать давку, чтобы не делать Захму, ты сразу уходишь И тогда он сказал, через несколько дней этот ученый умер и сказал, оставил великую И вот такими были такими были ученые, такими были такими были ас-сохаба, радуаналлаху алейхим